приветствую вас на своем канале вяжем на позитиве не только поздравляю всех с наступающим новым годом пусть у вас жизни будет все хорошо будет хорошее здоровье процветание успехах во всем сегодня я вам хочу показать как если взяла вот такой детский пледик ниточками турецкими ализе пуфи я считаю что если вы свяжете такой пледик своим близким друзьям то они будут очень рады и это будет очень хороший подарок новому году кажется очень быстро руками без применения спицы крючка узорчик очень легкий я в процессе видео покажу я думаю что вам понравится я сама вязала первый раз этими нитками мне очень понравилось и в перспективе я хочу связать побольше плед для себя это для деток и для себя чтобы ну что хочу еще сказать сочетание ниток я думаю что подобрала неплохое смотрите как красиво смотрится я просто разложила его на столе чтобы вы посмотрели как вот сочетание красок а это я вам показываю как он смотрится на детской кроватке размеры лифу как раз видите по кроватке но я бы набрала качество петель немножко побольше если мне 50 петель это набрала 60 чтобы свисал стоишь с другой стороны вот эти 5 петелек с одной стороны с другой стороны плюсом было бы хорошо ну вот так вот смотрится на детской кроватке этот плед вот эти дырочки я просто вы немножко растянула конечно эти дырочки они неплохо смотрятся эти дырочки получаются за счет того что это петелька большая вы можете как-то стену может как-то стянуть ее можно я не знаю не пробовала в принципе получается красиво скромный тепленький но он не предназначен для от кровати я его связала для того чтобы вот мало ли там ребенок куда-то даже укрыть можно этим пледиком ребенка это не покрывала это вот именно плит просто его растянула по кровати чтобы ну видно самой посмотреть как он будет смотреться но я думаю неплохо и сочетание неплохой чуть-чуть вот подлиньше если постелать на кровать чуть-чуть подлиньше можно сделать но так принципе неплохо ну сейчас дальше я вам расскажу как я все это делала я думаю вам понравится так что смотрите вяжите наслаждайтесь своим вязанием смотрится очень красиво ну давайте будем смотреть как это делается так вязала я этот плед турецкой пряжи турецкая пряжа называется лизы пуфи это очень интересная пряжа которая вяжется руками без применения спиц без применения крючка а вяжется просто руками вязать из нее можно вот здесь на картинке показано и детские вещи вот пледики которые я связала и игрушки все это вяжется руками толщина ниток убедима у ализе пуфи бывает разное у меня здесь крупные вот такие вот петельки они крупные но мне почему-то крупные понравились больше потому что плед получается такой знаете пушистый объемный хотя мне кажется с мелких с маленьких тоже смотрится красиво но я хочу сказать что все зависит когда вы вяжете вот этими нитками от узора который вы подберете потому что я вот в предыдущем видео показывала узорчики да они более плотные такие а мне хотелось чтобы вот такой вот он был воздушный поэтому я нашла вот такой вот простой очень простой узор здесь вообще знаете вот вяжите как будто семечки щелкаете сидите просто вот дырочки вот эти вот заполняется протягиваете но единственное что конечно нужно быть еще хоть это все быстро и легко нужно во первых чтобы не пропустить петелечку вязать да поэтому каждый каждую петельку каждый ряд когда я провязывала я естественно сначала не думаю а что тут буду вязать и вязать да но я каждую петелечку я ее просматривала вот так вот он смотрится этот узор с лицевой стороны вот так вот он смотрится с изнаночной стороны и стоя с другой стороны он смотрится красиво видите с изнаночной стороны здесь видны рядочки вот они рядочки эти видны поэтому если вы где-то петельку пропустили и вы сразу ее увидите но хочу сказать что если вы например сразу не заметили петельку пропустили провязали уже очень много распускать вам не хочется вы не заморачивайтесь вот например я делала переход от одного цвета к другому до вы вяжете этот переход также как вязали петельку пропускаете у вас просто с одной стороны ниточка должна быть и с другой стороны как эту ниточку сделать вы просто берете и вот видите здесь же эти нитки они намотаны на обыкновенную простую ниточку вот она вы просто берете в серединке вот так вот ножничками отрезается сейчас я покажу как просто берете аккуратненько раз вот так вот и отрезали и у вас получилась вот такая вот ниточка многие покупают эти нитки кому нравится они просто вот отрезают серединке у них получается вот такие вот простые ниточки и они этими ниточками вяжут изделие но я думаю что такие нитки можно найти и не обрезать поэтому у каждого а потом просто когда вы зовут заделали вот эту петельку или вот этот вот переход до его эти ниточки просто крючочком аккуратненько вот сюда вплели и у вас незаметно и все очень красиво а значит вот этот желтый и розовый цвет я вязала вот такой вот пряжи ализе пуфи пуфи просто да а вот этот вот color вот этот вот основной который у меня был да вернее не было есть я вязала вот ализер пуфи color но здесь все написано все значит расписано здесь даже показано как это делается а значит вот такой вот здесь написан расклад сколько грамм сколько метров но это здесь 100 грамм написано микро полиэстера но это все вы можете прочитать это кому-то что-то непонятно здесь естественно все написано на турецком языке я хочу сказать что я набирала вот на этот пледик 50 петель но я как-то знаете посчитала думаю наверно нормально на ширину кроватки кровати да но если я вязала сейчас заново то я бы набрала 60 чтобы немножечко 5 петелек свешивалась раз два три 4 5 это вот достаточно петелек с одной стороны из другой чтобы немножечко пошире он был здесь у меня он получается значит сантиметров ширину 70 где-то 77 вот так вот да а в длину он у меня получился где-то метра 2 10 вот так 24 25 в общем до 2 10 потому что она же видите немножечко все равно тянется не тянется но как-то это но я хочу сказать что если будете набирать 60 петелек дата вы вот этих клубочков у меня вот этих вот color ушло 4 клубка и вот этих 4 2 желтых и 2 розовые то вот вы вот этих берите 5 или даже можно 6 взять вот этих вот вот этого color а если вы будете набирать там на 10 петелек больше чтобы уже получилось вот стандартно мне кажется еще клубочка 2 вот этого нужно будет взять ну или вот эти как в этом дизайн будет или может в однотонны в общем у меня на все ушло 8 клубков 4 клубка у меня ушло вот этого и 4 клубка ушло вот этого ну что что еще сказать как он будет себя в стирке я думаю нормально потому что нитки это же полиэстер это же синтетика с ней ничего не должно случиться именно вот это видите вязочку я подобрала потому что она смотрится красиво дочь у меня была в магазине как-то увидела говорит мам вот смотри какая интересная вязка и как-то знаете я посмотрела в интернете там вяжут там очень много там даже есть пособие книга как вязать именно с таких ниток да именно этой фирмы но мне вот эта вязочка понравилась больше всего она смотрите как интересно смотрится во первых она смотрится красиво и вяжется легко и вот эти вот за вот эти дырочки да вы их не пугайтесь она видите какая прям мы же не одеяло мы же пледик вяжем пледик должен быть легкий красивый когда свяжите одним полотно может быть тоже будет красиво но вот эта вязка она придает вот именно такой вот еще объем чик и вот эти дырочки они смущаетесь эти дырочки образуются за счет того что у нас крупные дырки поэтому вот эти дырочки сами крупные поэтому вот именно образуется такая вот дырочка а здесь видите вяжется смотрится вот так вот ну тоже красиво так что еще хотела сказать ну вот в общем мы берем давайте она на расскажу как я вязала мы берем вот отсчитаем вот этих вот петель и чек сколько вам надо петелечки посчитали и начинаем вязать связать очень легко значит разложили мы эти петельки вот таким образом и начинаем вязать сейчас я вам покажу здесь немножко оставила начинаем вязать с начала ряда петельки видите они должны лежать у вас ровненько вот в таком положении вот они у вас ровненько все лежат берете вот эту вот ниточку и и вот так в эту сторону перебрасываете здесь у вас тоже идут петельки они идут у вас вот в таком направлении положите так чтобы их было видно в каком направлении лучше конечно положить их вот так вот вверх еще хочу сказать если вы потеряете я вот в процессе работы теряла или вот эту петлю она как-то у меня терялась или вот эти петельки можно потерять потому что они сливаются считать же вы их не будете поэтому если вы вдруг потеряли петлю в ее сразу заметили естественно нужно распустить в этом ряду и довязать если же вы ее потеряли и вы ее не знаете ну вот вязали вязали уже провязали она где-то здесь образовала дырочку вот эту потерялась ее сразу видно на этой стороне поэтому когда вы провяжите петельки вы обязательно их вот так под тяните обязательно но я покажу сейчас как поэтому если вы ее потеряли вы не огорчайтесь ее можно элементарно вот остаются у вас я же показала как не срезать вот останутся у вас два конца вы просто возьмите их вот так вот завяжите и также вплетите аккуратненько по цвету в полотно вот здесь просто возьмите эту эту петельку у вас потерялся на вот у вас вот здесь вы также серединке нее и и разрежьте у вас получится два вот таких вот вы их просто свяжите и вяжите дальше не переживайте но будет узелок ну что ничего страшного они здесь тоже у вас узелок получится когда вы будете соединять вот эти два клубочка когда переход будете делать у вас любом случае из мотка в моток как закреплять вот так вот закрепить и потом аккуратненько можете ниточкой сшить а можете просто крючком взять и вот так заправить просто берете и заправляете ничего страшного нет из любой ситуации можно найти выход просто берете аккуратно куда вот сюда допустим еще не заправляла вот заправили сюда куда еще можно вот например здесь можно вот так заправить и вот аккуратно ее эту ниточку обрезать ее не надо потому что у вас будет здесь видите то что вы ее соединили здесь нету перехода такого видите как оригинально смотрится и здесь тоже беленькую ниточку взяли но кто вяжет он уже знает как заправлять просто взяли ее аккуратненько и кончики тоже куда-нибудь спрятали все и на этой стороне видите ничего незаметно кончики тоже можно аккуратно заправить все у вас будет очень даже красиво поэтому никогда не пугайтесь потому что я когда начала вязать дом ой что я натворила я пропустила как так что будет но я первый раз вижу за тех не так я сначала как-то растерялась сначала думаю ей это я сколько еще вот этих ниточек могу потерять петелька вернее а потом я в процессе посмотрела думаю чё гревать то это же нитка это же не господи чё распускать то сейчас я ее быстренько заправлю и все ничего страшного нет все начинаем вязать берем вот эту вот ниточку которую у вас на полотне которую вы набрали ее вот так берем перекручиваем вот таким образом просто вот у вас петелька вы ее взяли перекрутили вы ее можете перекрутить по направлению вправо значит весь узор у вас будет идти вправо или по направлению влево значит вот это вот штучка у вас будет идти влево но так как мы вяжем по направлению вправо мы ее перекручиваем вправо и берем вот эту вот петельку и и вот так вот продергиваем вот у вас нет к на этой стороне опять берем петельку перекручиваем продергиваем видите они вот здесь вот путаются вот если они у вас будет верху вы ее не потеряетесь она вот будет внизу вы ее потеряете вот опять берем перекручиваем продергиваем вот видите она как она может потеряться перекручиваем продергиваем и вот таким образом мы с вами вяжем до конца ряда перекрутили продернули перекрутили продернули вот весь перекрутили продернули и так мы вяжем до конца ряда а потом когда мы до конца ряда провязали мы вот таким образом их немножечко подтянем чтобы они у нас были ровненькие но я не знаю может кто-то не подтягивает я подтягивала вот их подтяну и они вроде как руника ложатся вот и все как закрывать мы довязали все что нам нужно понятно как продергивать мы с вами провязали как нужно это не просто образец поэтому вот я уже показала как я закрывала видите какая интересная косичка у нас получается при закрытии тоже сложного ничего нет вот мы довязали и начинаем закрывать петелька у нас в эту петельку берем и вот так продергиваем но смотрите чтобы петельки ложились ровненько чтобы как-то этот не перекручено здесь было вот таким образом мы закрываем с вами наше вязание вот видите все как просто вязать вы знаете сказка примут вяжешь и вяжешь наслаждаешься своим вязанием так сейчас я здесь посмотрю мне а это у меня уже не нужно вот мы с вами закончили вязание нам теперь нужно это все закрыть как мы закрываем как я вам уже говорила раз эти петельки они у нас надрезаются мы берем серединке просто отрезаем и у нас получается вот такая вот длинная это здесь нам тоже не надо это у нас осталось видите нитки остались немножко но не туда не сюда но я найду им применение и мы просто берем вот мы закончили уже ряд а вот еще у нас один извините сейчас бы пропустила вот все мы закрыли и мы просто берем и вот эту вот петельку закрываем так подождите чудо я запуталась эту петельку мы просто закрываем и все что так вот видите как запутаться вот она у нас так пропустили это мы тоже пропустили смотрите запуталась то простите меня я уж отключаться не буду сейчас разберусь вот две остались последний просто я рано отрезала но ничего страшного и его так пропустим вот я вам говорю главное не пропустить петельки петельку пропустишь и все все разобрались и закрыли сюда здесь напутал вот так просто закрыли а потом вы ее можете также куда-нибудь в плести ну немножко здесь у меня запуталась но ничего страшного я же для себя вижу и вот так вот у нас красиво все получился 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 красивый вот этот край получилось закрытие красиво но в принципе этот край тоже я петельку уберу у меня тоже будет очень все красиво все равно будет красиво я сделаю вот вот таким образом мы с вами связали вот такой красивый вот такой вот очень даже супер красивый плед плед ну что смотрите подписывайтесь вяжите еще раз повторю какую пряжу надо использовать ализе пуфи color и ализе пуфи вот такие вот интересные ниточки турецкие вообще турецкая пряжа очень интересная так что вяжите наслаждайтесь подписывайтесь на мой канал ставьте мне лайки я буду очень рада до новых встреч пока пока